Девушки отдыхают 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 Какой вечер превосходный! Удивительный вечер! Воздух какой! Что за нега! Я теперь, когда стал свободным человеком, без себя отдаюсь природе, наслаждаюсь ею вполне! Вы люди-ученые, звенитые, вы этой прелести не знаете! Ты переменился совсем, тебя узнать трудно! Что же лучше я стал или хуже? Не знаю, как сказать, жаль только, что ты бросил в университет! Да нельзя! Нельзя было оставаться! Вы послушайте, сейчас я вам все расскажу! Отец мой был строгий, капризный старик! Не давал мне копейки денег, не пускал никуда ездом! Ветерял насильно, заставлял меня сидеть за лекциями! Все это мне надоело, а противило до нельзя! В прошлом году он умер! Оставил мне порядочное состояние! Вдруг в моем распоряжении довольно денег! А главное! Свобода! Ну, разумеется, я сразу же захотел воспользоваться свободой, немножко развлечься, погулять! Таким образом, я мало-помало отстал от университета! Впрочем, я отгоню! Стоит только заняться! Стихи пишу от скуки! Выходит, не дурно! Нет! А что ж ты думаешь с собой это делать? Ну, будешь он кандидатом, поеду в Петербург, поступлю на службу! А приятно пожить на свободе! Свободу свободы! Все-таки надо делать что-нибудь! Без этого никак нельзя! Разумеется, я буду заниматься делом! Буду служить! Теперь у меня голова другим занята! Чем это? Ну, как бы тебе сказать? Просто я влюблен! Вот! Вот как! Ну и что же? Счастливо? Да! Разумеется! Брат, твоя жизнь завидная! Именно! Мне можно позавидовать! Дня через два! Свадьба! Так скоро! Ну, чего ждать-то? Теперь и жить! Пока молоды! Да ведь ты же еще не доучился! Ты же сам сознаешься! По-моему, нужно сначала доучиться! Потом нужно определенное положение найти! Потом уже и жениться! Главное, нужно средства иметь! У меня средства есть! А позволить какие? В свой домик есть тысяч семь денег! Ну, а долго ли их прожить? Ничего они не приобретают! За женой возьму! Тесть обещал! Шесть тысяч! Ну, во-первых, обещания не всегда исполняются! Во-вторых, с деньгами нужно обращаться умеюще! Либо они у тебя будут лежать без всякой пользы! Либо ты их проживешь скоро! Да у меня тесть деловой человек! Я дам ему деньги на его обороты, он мне будет проценты платить! А его обороты лопнут что тогда? Этого быть не может! Он у меня купец! Известный мне! Нет, а по-моему, ничего нет лучшего, чем жить на свои трудовые! И я буду трудиться, буду служить! Ну, а много ли ты получишь, не конча курс, не имея чину? Сто-двести рублей, не больше! Взведутся дети, будет нужда подталкивать! Сделаешь ты неразборчив средство, руку крючком согнешь сквер! На! Ну, вот какие мрачные картины! Главное, что мне нравится в семействе моего кесси, это патриархальность! Самый человек всемирный! Патриархальность – это добродетель первобытных народов! В наше время нужно дело делать! Нужны другие достоинства, кроме патриархальности! Патриархальность, она хороша под кущами! А в городах нужно пузать плоды цивилизации! Что не говорите, я уже решил, что это дело кончено! Все! Его не оборотишь! А ты? Ты что думаешь с собой делать? Я еду в Петербург, я нашел частную должность, займусь журнальной работой, кликажусь на это дело, так ладно, а тот так другой работы поищу! Прощай, Пугуляй! Прощай, Кисельник! Желаю тебе счастья! Погана! Что нам земля зелена, Что нам любимых объятья, Здесь обретая свободы в стране… Пугуляй! Пугуляй, ты добрее их! Пойдем, я покажу тебе мою невесту! Пойдем! Ну, покажи. Сейчас. Вон! Вон она идёт! Со своим семейством! А и что-то с ними кто же? Вон! Это всё милейшие! Милейшие! Самые простые! Самые простые! Посмотрите, а! Посмотрите! Что за картина! Солнце склоняется к саму! Мирные поселяния возвращаются в свои хижины! И свирель пустует! Потише! 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 Генералов! Я вам говорю! Надо различать людей! Какой отзыв я? Никакой милейший! Пусть это надо ему извините! Никакой милейший! Никакой милейший! Зачем к этому милейший? Вот оно и отлично! Люди семинарского образования всегда склонны к лету! Солнце склоняется к западу! Ой! Ну а чего же оно к западу? Разве уж ему такой предел положен? Интересное дело предел! Что ещё-то? Ой! А как в других землях? Там тоже солнце на запад садится? Ну, наверное, сказать трудно, потому что во многих землях, где у нас запад, там у них восток приходится! Ну, да! А вот и он! Много походов сломал! Он знает! Ну что? Как в Курции где солнце садится? Много! Постойте, постойте! Вот так! Шумла! Вот так наш лагерь! А солнце! Да нет! Солнце садилось! Вот так! В эту сторону! Много походов! Ой! Прошло было из разных стран, чтобы знать, в какую-то солнце заходить, а? Все это, другое, что? Все это суе мудрее! Мечта! Да! Мы на этом свете все одно, чтобы в гостинице, как не живи, конец один! А если ты семейный человек, живи в семье, потому ты глава! Ну, куда я семейный человек поеду? Куда я поеду? Ну, конечно, если кто правда шатающий! Или по службе! Да по шлют пойдет! По службе, это особо, кстати, а если я по службе, куда пошлют, значит, такое свое должное! Ой! Какой разговор! Да нам везде свой дом! И потом службы, это ваш, пеший, супротив морской, много лет! Вот то возьмите, по шлют, бывало, с кораблем-то отыскивают, где конец света! И плывут, да! Моря видят всякие неведомые! Чудища разные перед кораблем подымают, дорогу загораживают! Птица сирен поет! И нет, говорит, такой души на корабле, которого не ужасалось от страха! В онеменье приходит! Вот это служба! Это служба! Птица сирен поет! Добрые люди! Добрые люди! Ты критику оставь! Они люди не ученые! Зато сердце у них лучше нашего! О! С собой и жених! Ты куда пропал? Куда пропал-то? Приди! Невеста плачет, давно ты не видала! Ну, что ж, тетенька, совсем даже напротив! А ты дура! Стой! Марка, ну что? Орешь ты за плачет, чтоб неучувствительнее было! Глаша! Вот, позвольте познакомить вас с моим товарищем! А! Глаша! И с товарищем оно, конечно, нельзя! Только женат! Надо от них отставать! Да! Да брата в них мало! Позвольте узнать, как ваше имя, фамилия? Антон Антонович! Погуляйте! А! Да-да-да! Так! Состояние имеете? Нет! Плохо! Погуляйте! Погуляйте! Из Мещан или из приказных детей? Да! Ну а не в Мещан! Ну это все то, что из приказных детей! А-а-а! Теперь это разночинцем дорога, кто кончится в университете! Нет, нет, вы в военном, через полгода офицер, дворянин. Так, значит, вы громотей? Да. Ты хочешь, пожалуй, казначеем сделать? Послушайте, роту дадут. Наживите денег, да крестьян купите, свои рабы будут. Хорошо, и в штабскую. Я до титулярного 25 лет служил, а вас, гляди, года через 4 произведут. А я не думаю служить. Не одобряю. В учителя хочу. Ребятишек сих, тело, та же служба, а так вы характером. Строгость имеете ли? Да, по ротих каналев вы так будете, по субботам или как вздумается. Неоположенного не будет, ведь методы воспитания разные. У нас-то бывало все по субботам. Да я уж права не знаю. Да нет, вы не годитесь в учителя. И в военную не годитесь, я вам по глазам вижу. Вы уж лучше в штатскую. Погуляйте теперь, а! Уж нет! Гуляйте вот мы! Гуляйте! Мужчина! Да и с дочкой. А мы хватит нагулялись. Пойдем посидим, отдохнем. Ну, куда ещё гулять-то? Я уж и так ноги отходила, а? А вся Диманка вот тут на скамеечках, ну, подле вас будем. А вы очень любите своего жениха? А что же вы мне не отвечаете? А ты скажи, столько, мол, люблю, сколько мне следует. Как же я могу о своих чувствах говорить посторонним? Я могу выражать их только для одного своего жениха. Какова скромность? Этого про любовь-то напрасно. Она ведь этого ничего понимать-то не может. Потому как было моё такое воспитание. А как же замуж без любви ради можно? Так на то было согласие моё и родители её. Вот и выходит. А вы чем изволите заниматься? А вот, может, это в насмешку спрашиваете? Да как же я смею в насмешку-то? А нынче всё больше стараются, как насмех поднять. А мы на ковре, чем барышни занимаются. Я вышиванием занимаюсь. И что же вы вышиваете? Что на узоре нарисовано? Два голубя. Какая прелесть. А ещё чем? Неужели только одним вышиванием? Мам, что же мне ему ещё-то говорить? Ну что ты пристал? Так, конечно, сконфузить можно. Я не думал, сконфузить, я сам. Конфуз. Ну какой ты, мамик, он всегда копустится. Какой ты елоккий. А что мы? А может, ты нам с Кириллом Клик, чем приходите, либо с автой? Ну, если позволите. Да. Придём, непременно. Приходите, да, завтра, мам? Приходите, мы будем в фанской играть. Да, приходите с девушками играть. А то молодых-то парней мало, всё молодцом зовём, ты в тебя хозяева-то не смеешься. Да я в фанты не умею. А в фантах можно с девушками целовать. Да, молодец. Ты только побывай раз, потом сам проситься будешь. Что ни говори о лучших этих пищевинах удовольствия, ничего быть не может. Нет, ну есть кое-что и лучше этого. Это танцы-то, что ли? Это ну их, муж терпеть не может. А сейчас, ну, я теперь, теперь вас не буду бояться, потому что вы будете к нам хожих. А то я думаю, что вы так только, я думаю, что вы гордые посмеяться хотите. А что же вы так думали? Учёные все гордые. Он у нас рядом, подождите, кто Денок живёт. Он ведь ни с кем из знакомых, ни с соседей не знаком, никому не кланяется. Так у него, наверное, занятий много, времени на знакомств нет. Так, тихая какой-то. Как же времени не быть, ведь фартних или знакомы же к ним ходят часто. А у него спрашивали, а чего вы говорите, что с хорошими барышнями познакомятся. И что же он? Так вот, он говорит, что они глупые очень, у меня с ними скучно. Ну, вот и выходит, что он невежий и гордый. Ну, конечно, невежий. А ты сам-то, батюшка, не за куфлей? Ну, маменька, что вы? Ой, трудно вам видеть. Какая простота, какая невидимая. Ну, пойдем? Глаша. Сейчас, маменька. Не ходите. Маменька, прощайте, я к вам завтра часов с пяти. Не обманите. У меня подруга есть. Очень хорошая с собой. Я вас завтра познакомлю. Что вы себе? Вы главный, главный. Миря, не кровь уйдись. Ну, я вас веду. А ты и приятеля-то приводи. Мы придем, мы непременно. Маменька, мы непременно, вы завтра же. Мы вместе! Ну, что, брат? Что скажешь? Да черт знает, что такое. Это безобразие в высшей степени. Это тебе потому кажется безобразием, что ты совершенно отвык от семейной жизни. Да какая-то семейная жизнь. Это невежество и больше ничего. Да так вдруг тебе показалось. Ты вглядись. Ты вглядись красивее. Не глядеться, втянуться нужно. Не, ну, ты понимаешь, что можно втянуться, но потом ты уж не вылезешь. Не, ну, пришла тебе охота жениться. Ну, возьми себе девушку, хоть не богато, но только из образованного семейства. Ну, ж невежество, это болото, оно засосет тебя. Ты человек не твердый. Хоть на горачках ползи, хоть царапайся. Ну, только старайся попасть наверх. Иначе свалишься в пучину, а она тебя проглотит. Что за фантазия? Ну, вот тебе мой совет. Ну, загуляй-то лучше, а. Может, ты позабудешь о невесте своей. Или придешь туда пьяный, они тебя откажут. Прогонят тебя, и это еще может тебя спасти. Назвешься, проспишься, женишься, не воротишь. Это дело кончено, да. Кончено, его не воротишь. Я решил. Прощай! Прощай! Сизый, люди, глубоко. Антон! Антон, ты глубоко. Убери точно, что она здесь толчется, Лиза. Я просил тебя. Нет у них детской, что ли? Уже так, все уши прожужжали. Тут, по-моему, и гости приедут. Твои ведь дети-то. Лиза, ну, я же прошу тебя. Ну, и что, что мои? Так вот и не, и чайся с ними. А ты-то на что? У меня есть дела-то поважнее. Я твои дела-то изнахил хочу. Дай сюда. Ты мне не сумеешь! Не смей обижать детей-то вот что! Кто их обижает? Из-за того, что ты на отца. О! Ты еще? Скажи, папка дурак. Папка дурак! Что это? Ты чему ее учишь? Вот дурак и есть. Ты как об детях, понимаешь? А ангельские ты дурские или нет? Так что ж, вот и выходит, что ты дурак. Ты ведь заплачь, заплачь. Ты громче, громче плачь, душенька. Пусть все услышит, как отец главами к тираням. Это вы, мои тираням. Это вы, мои тираням. Это вы! Еще шибче, чтоб соседям с вами были стыдавки, да нет? Пойдем, Витюк, пойдем. Да погоди, я не вижу. Ты помню. Ты что, Митя, уже? Мерзкая девчата, примусь, я только полотить. Это ангельскую тудушку, да? Ты ее что-то делала. Это моя дочь, я ее выходила, не дыр. Не трогай. Не трогай. Вот не бьем. Отдай сюда. Что ты делаешь? Убью в детской. Вот ты и знаешь. Мешусь. Мешусь какая? Сбалмошная. Вот ругать бы, ругать бы ее хорошенько. Но сегодня грех нельзя. День ее ангела. Сегодня можно истерпеть. Сегодня пусть привередничает, и йоги. Можно истерпеть. Отчего же нестерпеть? Невелик. Ух. Невелик, барин, чтобы нестерпеть. Ой. Да. Дела. Все зайди голубок, небо лети голубое. Все зайди голубок, небо лети голубое. Ах, если б только на крылья пожаловал Бог, я б улетел на дорогу. Победил жену, а сам песню поет. Хорош муж. Вот мы летим и летим, только бы не возвращаться. Господи, дай надышаться простором твоим. Вольностью дай надышаться. И шмоду выдумал, а? Мне только и осталось. Либо голосом от вас взвыть, либо песни петь. А мне что делать? Я нынче именинница, ты мне что подаришь? А где деньги-то? А мне какое дело? Зачем же ты меня из богатого дома убрал? Коль у тебя денег нет, я к такой жизни не привыкла. У меня деньги были, были. Тоже отец взял. Вот прекрасно сделал. А только давно их промотал. А ему какое дело? Ему какое дело? Это мои деньги. Я что хочу с ними, то и делаю, да. А он не то, что денег, он процентов не платит. Платил, и выпросишь на него рублей 15 или 20. А потом попрекает, доломается. Я говорю, я в твоей бедности помогаю. Ну так тебе и надо. Отдай тебе деньги. Ты, пожалуй, жену-то бросишь. Где уж бросить, когда пятеро детей? Нет уж, надел петру до конца баромода. На, кините, теперь пока совсем задушите. Вот ты говоришь, что ты из богатого дома. А много ли с тобой дали? От обещали 6 тысяч. А много ли дали? Да ты за счастье считай. Кто за тебя пошла-то? О, с тысячами, да с тысячами я тебя дучу. Ты еще раз нашла. За меня какой полковник-то сватался. Как я была влюблена-то в него. До самой страсти. Не отдали от того, что много в карты играешь. Нет, подожди. 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 Зачем ты шла за меня? Отдали, отдали. Ты-ка пошла. Известное дело. Дура была. Тятенка-то думала, что ты деловой. Что ты себе напорожидет, а достанешь. Где я достану? На нашей службе немного добудешь. Между... Вороват, что ли, идти? Ты... Аня, нет. Какое дело? Я с тобой даже говорила. Ты мне еще две недели будешь прощения просить. Да я с тобой слова не скажу. Вот нарочно. Нарочно пригостяк. Буду от тебя отворачиваться. Вот пускайся один. Слайник-то посмотрит. Ну, может, ты этого-то, пожалуйста, не делай. А, тебе не нравится, да? Ты вот нарочно. Не надо? Глаша. Глаша. Ну, что хорошего-то? Вот так. Глаша. Глаша, я прошу тебя. Иди, не торопись. Ну, зачем? Глаша, ну, что хорошего-то? Глаша, я прошу тебя. Ну, что хорошего? Ну, ты чего? Вот разговор пойдешь. Ну, так проси прощения. Прости. Ручку целуй. Не смей. Все это смей. Лучше не смей. Можете со мной спорить никогда. Я не буду, не буду, не буду, не буду. О, Господи, ну, где тебе? Ну, где тебе со мной спорить? Ты помнишь, что я тебя в тысячу раз умнее? Ты больше тебя понимаешь? Хорошо. Ну, давайте только долго держим. Хорошо. 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 Ой, прости. Ну, куда? Ну, куда? Ну, куда? Можете? Господи. Пусть вы ухали. Пусть вы. Ой, трудилась. Ой, прости. Ну, стопи. Все равно позади. А где маменька-то? Здесь на детской. Где же ей быть-то? Твои маленькие. Хоть детей нянчат, все-таки недаром хлеб есть. Ну как же даром? Я бы в ее доме живем. Вот опять с тобой ругаться надо, а? Господи, ну сколько же раз я тебе говорила, чтобы ты дом на моем имя переписал. Я гласу. Вот и выходит, что ты меня не думаешь. Глаша. Все только словами обманываешь, как раньше, так все. Для матери все, для жены ничего. Ну что все-то, Глаша, ну что все-то? Ну просто это ее дом-то, ее дом, собственно. Ну что, ну что, что ее-то? Я вам ей свое старое платье-то дарю, не жалею для нее. Ты этого не хочешь чувствовать. Я чувствую, я чувствую. Ну да, точно я обязана. Ну ладно, ну отстань ты ее. Глаша. Частенько с маменькой приехали. Глаша, значит я только связала их с тобой говорить-то. Глаша, только... Очень интересно, ты знаешь, грубо чуть-чуть. Глаша! Все. Ой. Глаша, ты пыли-то сколько? Пыли-то сколько на диване, а? Аксинья, ну я говорю, пыли-то есть сколько? Да, как же, есть мне время. Не разорваться же сам, белье. Дай мне тряпку, я сам сотру. Давно бы вам догадаться-то. Вот и чисто. Вот и чисто. При большой семье ты как за порядком узловишь? Сколько людей-то нужно? А вот взял сам, взял сам, да и стер. Невелик. На, тряпку-то! Бросьте где-нибудь! Стрепня одолела! Вчера мои серьги заложил. Здравствуйте, Юрюша. Здравствуйте. С именинницей тебе. Рад гостям-то. Здравствуйте, папенька. Здравствуйте, маменька. Как же помиловать им... И вас так же. С именинницей. Эх ты! Простота, простота. Любишь, жену-то? Как же, папенька, не любить? Люби, Кирюш, люби. Ну-ка, поцелуй ее. Сейчас поцелуй при мне, чтоб я видал. О, теперь вижу, что любишь. Да, как же, любит он ее. Поцеловать всякий сумеет. Ты спроси, куда он ее серьги делал. Какие серьги? Наши серьги. Что мы за ней дали. Заложил ведь. До Женина у Приданова добрался. Выкупи. С тебя все продай. Приданов трогать не сей. Выкупи, папенька. Я при первых деньгах. Я непременно выкупил. Вот тот же. У кого заложен-то? У Тарантаева. Десять процентов в месяц берет. А ты чего, че, че? Не дай, калитаю. По его веку дуракова хватит. Ой, зятек, зятек. Я-то думал, у тебя барин выйдет. А вышел-то грязь. Ой. Ой, ты мой. А за что же вы, папенька? А то ж ты... Семейству ничего не стараешься. Ты в каком суде служишь? У тебя кто, просители? Купцы. Вот тот купцы. Стал бы, их надо грабить. Я сам купец. Я тебе говорю. Потому не попадаешься. Не заводи дело. Завел дело, оплатись. Я пойду сменять. Не молчать. Краткора снова делал делом. Нам-то молчить. Надо чем-нибудь. Че ты боишься, что тебя ругать сколько-то не будут? Не бойся. Кто в суд пришел, тот день готовит. Ты физиономец. Физиономию надо иметь другую. Ты смотри, как мокрая курица. Ты глубокая, гляди. Всякое опасаться будет. Потому кто в суд пришел, он хоть и не виноват. А все ему кажется, что засудить мог. Да. А взглянул ты на него построже. У него дышал пятки. И он сразу давай совать. По карманам-то. Первый наперк, только что пласку углядели. Не пужали. А как разговор доделали, то он опять замашнут, а в другой раз. Ой, а хоть вам... А хоть вам тяги смысловатся тебе. Молчи, Глаша. Молчи. Может, он, дай бог, сразу не повезет? Откроется в нем такое понятие, что отец его добру учит. Ты слушай, Кирюша. Слушай. Тебе и дед на пользу. Жить надо не так. Не так. Ты сразу поставишься пареном. Тебе сразу и уважение другой, и доход другой. Да. Заломил ты скупца много, он упирается. Позови его домой, угости хорошенько. Выйдет жена твоя, шелку да в бархате. Он сейчас догадается, что тебе мало дать нельзя. Да и не жаль ему будет дать-то, потому как видеть, на дело. Всякий поймет, что ты барин, обстоятельные солидные. Тебе на пожитье-то много, много, много. Я, дяденька, не так был воспитан. Но, знаете, как-то совестно подумаешь, что хорошего. Грабить его будут звать. Граби тебя. Тебе что за дело? Что здесь за дело? Уже зовут. Ты вот, вот для семьи живи. Вот тут будь хорошей частью. Со стороны против волью, как на войне. Что удалось схватить палки домой. Наполняй, сохраняй свою хижину. Ну, по крайней мере, ты душой будешь покоить. Да, у тебя семья будет сытая. Ты бедного можешь от своих доходов помочь. Он за тебя, господи, ты умолит. Ну, а сейчас, ну что ты сейчас? Ну, что ты сейчас? Да я... Болтай, ты вот только Жене на преданное закладываешь. Там бы ты и чужие деньги проживал. А тут Жене, да детские. Вот, ну, а тебе стыдно. А это не стыдно. Что это за совесть такая? Я не понимаю, что это за совесть такая. Жене, ну, да детские. Ну, как же мне не плакать. Молчи, Глаша. Молчи. Ты вот запомнишь, что отец говорит? Да тверди его почаще так. А то он засуётся в делах. У него из головы выходит. Он и не помнит. Да я, мамка, помню. Да где помнить-то? Да где помнить-то? Ты посмотри. Ты ведь и по лицу-то какой-то растерянешь. А ты вот как в суд-то пойдёшь. Она тебе напомнит. А ты по дороге-то идёшься, тверди. Что мне тверди-то, маменька? Это смешно даже. У меня, мамка, понятия другие. Да какие же это могут быть понятия-то? Женины серьги закладывать? Дурак ты, братец. Никаких у тебя понятий нету. Были бы у тебя понятия, ты не женился, да не развёл семьи-то. Я, может, поумнее тебя. Я, может, не один раз встречал таких людей, что взяток не берут. Одний раз, как Господь привёл, даже разговаривал. Так те люди-то, почитай, что монахи, далеко тебе до них. Что ты нас обманываешь? Ты уж живи-ка все мы грешные. Те люди-то, они видят все то, что святые, а то ещё масоны есть. Раз ты не брал, одно надо сказать, не умеешь. Не умеешь. Я и сам теперь понимаю, что я ничем не лучше других. Но ведь мне хотелось-то быть лучше. Мало что тебе хотелось. Как я вспомнил свои старые понятия, меня словно как кто-то паром отдаст. Нет, стыдно мне в взятки брать. Стыдно. Стыдно. Конечно, стыдно. Помелче, да с кислой рожей. Помногу бери. С гордым видом. Ничего стыдно не будет, ничего. Это что за стыд-то такое, а? Кирюшенька, нет, что вас другие в суде не берут. Все берут, маленькая. А кого ж тебе, милый, стыдно-то? Нас, что ли? Или соседей? Только у нас по всему околот хоть на версту возьми. Ни у кого об этом понятия нет. Берут взятки, Кирюшенька. Значит, такое заведение. Ну, значит, так положено. И ни у кого об этом сумлей нет. Ты только один по своей глупости сумлеваешься. Что ты толкуешь стыдно? Что это я говорю? Возьми дубину, да иди на большую дорогу. Не, что я это говорю. Ты подумай хорошенько. Ты брось свой стыд-то, брось. Идут, папенька. Надо бросить. Ой, не так, ладно. Что? Что? Ой, ну, гости идут. Офицар, да парень. Ой, давай. Это ломб, что? Идти, ребята. Возьми, давайте. Первый путь. Нет, пожалуйста. Это ломб, что это ломб. Нет. Сидел в воде, тапи, 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 тапи. Чай последний топи, тапи, тапи. Не ломб. И в шеста кончаю, сам за девицей пошел. Ты, девица, красавица, обнеси свою любовь. Я любил тебя три года, сам приветствую. Сзади вас, девицы. Садитесь, гости дорогие, садитесь. Вот, наконец, наша компания по сборе. А мы вот с полковником шли и спорили. Да, вот и расскажи. Вот все теперь и рассудим. Как правильнее судить дело? По закону? Или по человечеству? По человечеству. Да какое дело? Да какое там ни было. Я-то говорю, что по закону. А я говорю по человечеству. Куда он клонит-то? Хоть на мегре. Я же его насчет уголовных дел. Все очень нужно. Кто виноват, тот виноват. Как его не судить? Да и пари его, а не виноват. И отпустить же можно. Вот как же по-твоему? Не знаю, пример скажи. А вот тебе пример. Положим у тебя на опеки племян. Ну, 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 ну. Ты сейчас хороший, состоятельный. Торговые дела знаешь. А они, высшие ребята, так себе. Не то и все. К торговле склонности не имеют. А готовые проживать? Охота большая. Ну, ты и попользовался от них сколько мог. Видимо, попользовался. Отчеты представлял безобразные и все такое. Ты же не то, что ограбил. Себя не забыл? Виноват ты или нет? Вот тебе задача. По закону ты виноват. А по человечеству нет. Ну, что рассудить вас? Рассудить. Вот ты говоришь, я человек хороший, обстоятельный. За что ж меня судья под закон подводить будет, а? Настоящий судья должен знать, кого подводить под закон, кого нет. Это если нас всех под закон подводить. И тебя, и меня, и его. Всех в Сибирь сослать надо. Потому мы этот закон на каждом шагу переступаем. Так что, и выходит, что я прав. Всякого под закон подводить нельзя. Вот так и этот опекун, как ты его осудишь? За что? Каким манерам? За что? Так осудить не за что, и я бы не осудил его. Я только говорю про закон. Закон? Так и чего же они писали? Ну, известно для страха. Чтоб люди не очень забывались. Не ж мы так живем, как в законе написано. Не ж писано в законе. Трубку на улицу сходишь, пишешь, сидишь за воротами с трубкой. Малыш, пишешь. По десяти процентов в месяц брать. Он же берет. Писано гнилым товаром торговым и торгуем. И торгуем, и торгуем. Понятно, что писано, что по пятницам с коронной есть. Люди ведь едят, уж коль судить, так всех судить. Нас судить за товар, а их за молоко. И детка золова-то у тебя на плечах золотая. Как раз дел ты и рассудил. Что не так, что? Так, Кирюша, зидёк. Ведь так, Кирюша? Должно быть, паренька, так. По практическому-то смыслу оно так выходит. Похочет. А вот мы ещё с полковником спорили. Что лучше? Ум? Или практика? Ну, это после, после. А теперь карточки. А, да. Сравиться не мешай. Да, карты, карты есть какие-нибудь в доме, хоть старенькие, а? Или нет, так к нам послали. Есть! Вот, есть папенька. О! Эй! Пожалуйста. Вот. Вот, садитесь. Ну-ка. Благодарю. Пожалуйста. Пожалуйста. Давай к нам огня дам. Ну-ка. Пожалуйста. Ну-ка. Ну-ка. Здравствуйте. 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 Вот где вы так провалились с чаем-то? Ой, ждёшь вас, не дождёшься. Торопись, матушка, поспей. Топчетесь только в доме, а толку-то нет. Тише, тише, тише. Ты при людях-то не кричи. Не хорошо. Здравствуйте, свадьи. Здравствуйте, матушка. Здравствуйте, матушка. Кирюшок. Кирюшок. Гости дорогие, пожалуйте. Благодарю. Благодарю. Старушка, Божий, на свет выпал два. Ха-ха-ха-ха. Погоди, мы тебе чем-нибудь красный ищем. А вот и он, и он. Холод гуляет, а. И на том спасибо. Да, мне нравится. Погоди. 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 Ах, я и забыла. Кирюша. Там тебя человек один спрашивает. Знаю, что товарищ твой и видала его, а вот как звать забыла. Погоди. Иди. Погоди. Только ты знаешь, что если кто из ваших служащих, так ему своим дяденькой не компания. Хочу меня, можешь не признаться. Да, да. Видимо, ж должны придать моим клубень, а признаться никак не хочешь. Пойдем, пойдем, пойдем-ка. Пойдем. Костя! Костя веду. Костя! Костя ведут! Костя! Шесть лет не видались, поздрав жену-то, братец, она у меня сегодня и миндится. Частливее поздравить? Благодарны, только мы нынче чужих не ждали. Промежда своих хотели племя христи. Садись, братец, садись, потолкуем, садись. Сейчас я чаю. Я сейчас. Садись. Мне надо же плечать. Ну, как же ты живешь-то? Семья я икона. Да, порядок. Угу. Порядок. 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 Да ты служишь. Да какая моя служба? Неспособен, оказалось, Роман. Совсем не способен. И туда совался, и сюда, и в Сиротском служил, и в Надборном. Теперь вот в магистрате до столначальников не добьюсь никак. Глядишь, семинарист какой-нибудь и перебьет. Дельнее нас, оказывается. Много, дельнее. А жалований много ли? А у нас не жалований служат. Самое большое жалование 15 рублей в месяц. По трудам и заслугам получаем. В прошлом году получал я 4 рубля в месяц. А нынче 3 с полтины положили. Вздома 100 рублей получаем. Кабы неделёжка, нечем бы жить. Какая делёжка? По субботам столначальник делит доходы спросителей. Я посмирнее обделяю. В низенькой свесёлке огонёк горит. Молодая пряка у окна сидит. Молода, красиво, коле глаза. По плечам разлина. Русь стоял костам. Проходи весь какой-нибудь. Вижу. Насквозь его вижу. Мошенник. Ты что, всё держишь, гуси-то? Да, мы так всё своим кружком. Смирно, ладненько, слава богу. Ну, а деньги твои где? Да потише, потише. Тысяча бед прожил сначала. А остальные? Есть. А что ж ты, что раз не отдаёт? Или процент влюблась? Да не то, чтобы совсем. Ну, как ты знаешь, туго. С большим трудом. Вот дома наш тоже в залоге представил. Он мне за это 50 рублей заплатил. Нельзя отказать. Родня. Да. Русская головка, мы без конца. Вот она ласкает, старого на пахте. Старый, ну что ж такое, пусть осудит меня. От семьи отбивай. Он, что ж так, кому-то, ротный срок, я с ним поговорю. Я с ним по своим поговорю. Ну, а ты как? Да я, брат, тоже плохо. И без денег, и без места. Ну, говорил, что мошенник. Теперь его дурогов ищу. Да, за границей был три года. Вот и куда, Партул. Ездил с одним богатым семейством учителя. Да, мальчик, он в университет поступил. Я и остался без места. Что ж, хорошо за границей? Да ещё бы. И жить хорошо, учиться так по-моему, раздолью. Просто, как бы деньги, опять бы поехал. Он найдёт квартиру и наймёт ей слуг. И ведёт он в реку благородный круг. Сейчас я его. И ведёт он в реку благородный круг. Да, за границей. Что ж, на брейке сытого берега кисельная? Нет, этого нет. И птиц зеленой не видал. Вот вы говорите, там хорошо. Значит, нам надо бы ехать туда. Поедемте, господа. Поедемте. Поедем, поедем. И я с женой поеду. Это ваш рост встыду вашему предписать. Чтобы людей семейных обязанных смущать. А мы вот не поедем. И прекрасно сделаете. И почему не поедем? Вам этого не понять. А вот почему. Во-первых, за Москворечье моя Родина. Во-вторых, у нас промежу собой нежность есть. Мы все всегда вместе. Вот теперь сидим, играем, чаек пьем. Может быть, ромцу подадут. Дружески, приятельски. Вот где рай-то. Они за границей. Тихо! Смирно! Благодушно! Душа! Душу! Папа! Да и что к нему в карты ты смотришь? Да вы и так в прошлый раз меня ограбили. Что? Восемь, Гирилл! Кровных отняли! Ты! Что ты ему больно подслуживаешься-то? Не банкротится ли он? Задуманный! Ты что, ты что, ты что, ты что, ты что? Типункин, язык-то! Я знаю, что за эти слова что? Бесчестия потребую! Бежит кармата! Велико тебе бесчестия, торшинник! Маландарху! Маленька! 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 Не смею от своего имени прошения писать. Сем-цематом, ябедником признать и в газетах купить Павана. Братсенщик, кождей и ута. Гонок! 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 Ябедник! Да. Да, вот тебе и душа в душу. Ну как же вы это? Ну сделайте, я вас прошу, пожалуйста, выиграть. Не хочу я! С мошенниками играть! С мошенниками играть! Нет! Господи, ну как же бедацы-то! Пошутили и будет, садись играть, садись! Садись, садись, пересдать карты, тогда сядут! Ну пересдать, так пересдать! Кирюша, дитяна! Ромка, Ромка нам давай, Ромку! Деньги-то есть у тебя, а? Забыл же ты, что ты хозяин герой, с первым удовольствием, как ты так моя семья помнишь! Ищи, 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 ты мой! Брат! Нет! Да на вот! Последний, я как ментабуржу! Спасибо, брат! Вот, я тебя не забуду! Папенька! Вот! На! На! Ну пошли! Пошли, пошли поскорее! Вот так! Пошли поскорее! Антон! 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 Вот, видишь, братец, совсем, совсем дирижок какой-нибудь простроился? У меня будут, будут, у меня, знаю, я непременно будут, в этом же месяце непременно будут, у меня есть примета верная, вот я вчера вечером выхожу на крыльцо, а в руке хлеб, месяц прямо вот так, против меня, я в карман, а там серебро, мелочь, вот так в одной руке хлеб, в другой серебро, месяц, прямо против меня, это значит, что Целый месяц, без хлеба, без денег, без денег, что ты такое говоришь, друг мой, а? Вы умели ты? Умели ты? А вот предрассудок, да? Погуляй, это предрассудок, я знаю, я знаю, я знаю предрассудок, но понимаешь, когда человек, Кругом, в недостатках, это утешает, право, брат, утешает, понимаешь? А ты, бедный, прощай, ну-ка, убитаться бы, у меня бы тебе деньги-то. Да я не знаю, придется ли. Ах, Кирюш, ну-ка, поднимайся как-нибудь. Бедность, она и страшна, не лишениями, не недостатками, а тем, что водит человека в тот низкий круг, в котором нет ни ума, ни чести, ни совести. Одни только поройки, предрассудки да суеверия. Простяк! Спасибо. Спасибо, брат, спасибо. Вот друг так уж, друг. Что бы тут делать, кабинет, куда деваться? Это мне его за мою правду, да кротость, Бог послал. Вот от таких друзей бы побольше, так легче было бы на свете жить. Не будь его, совсем бы я перед детством осранился. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА